говорят работа такси достигла на даром не знаю как работа в такси но я достиг своего дна я отдыхаю на прекрасном побережье прекрасного димского залива с офигительным видом а все почему потому что я заслужил это я отработал первую половину дня и заработал свой чистый пятерик в такси и позволил себе немного отдыха если ты сидишь дома бездельничаешь у тебя есть тачка и права категории бэй старших трех лет приходи к нам таксопарк такси хайп это лучший таксопарк в россии мы подключаем всю россию у нас реальные моментальные выплаты у нас реально крутая служба поддержки мы не оставим тебя и дадим тебе заработать приходи и отдыхай и зарабатывай как я удачи ох мадмуазель люблю таких в очках привет привет шикарно выглядишь я люблю знаешь что я люблю женщин в очках все закрылось ты хочешь я даже замочек так сделал что ты не избежал от меня я тебе сразу 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 комплимент тебе сделаю да я очень люблю женщин в очках и тебе они очень идут и давай договоримся так катерина что если вдруг просто на аватарках которых которые у тебя в анкете ты без очков овощик ты зря без очков кстати мы договоримся что если вдруг если вдруг мало ли вдруг невероятное произойдет и у нас что-то будет ну вдруг я забегу чуть-чуть вперед но подождение не там не бей по лицу не это сама я тебя прошу да ты можешь быть без всего но в очках хорошо мне прям это очень важно договорились да я понял я я лучше сразу скажу об этом да чтобы это осела в памяти а там уж будет веревочка веревочка значит я симпатизирую просто большевикам симпатизирую как вот у них в семнадцатом году все очень получилось хорошо я думаю как бы вот сделать так чтобы вот это все было всегда в моей памяти я думаю конечно кассе красную ниточку ну типа красные же они да вот и буду всегда помнить о том какие как как они подвиг какой совершили значит царя загнали под пол там из аврора стреляла и все остальное это я состою в партии кпрф но только об этом нельзя никому говорить потому что меня могут побить либералы не будем в политику вдаваться знаешь чего хотел тебя еще спросить я хотел тебе еще сказать и мне очень нравится вот дырявые штанишки тоже ну это какой-то прямо вот не знаю для меня такой фетиш какой-то и подвесочка у тебя очень красивая она гармонирует я понял ладно но хочешь расскажи что нити себе или хочешь обо мне что не спросить спроси меня чтобы чем-нибудь а то это таким напором к тебе давай а то что-то я это сам разогнался больно а не вообще подумаешь ну что ты какой-то настоящий фотографии такие что это почему это и плохо плохо выгляжу да нет а наоборот айка и раскачаны так таких мужчин не бывает скажи мне приятно будет а тебе все равно скажет вот это прямо прямо ты хотел сказать в точку нет ну такие мужчины бывают есть пара знакомых просто не неважно а чем я занимаюсь слушая ты удивишься но я работаю в такси и таксист красивый я просто пивни каждый день поэтому возможно я более-менее неплохо но я думаю что моя фотография в 23 года когда я получал паспорт менял российский и вот мне вот-вот придется скоро менять 45 лет скоро у меня 45 лет сколько лет но мне будет 41 опять же это все вот слушай я нервничаю ты прямо мне так понравилось я бить на нерве вот честно тебе могу сказать вот просто переживаю прямо как в первый раз ну прямо действительно слушая ты знаешь еще хотел тебя спросить по поводу по поводу кухни ну просто чтобы мы по дороге можем двигаться и разговаривать друг о друге чем можем за еду и друг о друг о друге разговаривать пока рестораны не закрылись ведь в вечернее время уже скажи пожалуйста вот что ты предпочитаешь у меня сегодня какое-то настроение такое вдавить по морепродуктам вот типа какие-то может осьминожки может гребешки какая-то история такая как ты на это смотришь расскажи мне как будто знал что ты любишь морепродукты что не просто ну нет я как бы не против ты можешь поесть но это морепродуктов а чуть аллергия что отек венки серьезно да нет я не очень люблю просто мне как-то вот и вот запах чувствую и вот как ты сразу же ты как может переел их какой-то какой-то момент и не из хабаровска какого-нибудь или владивостока где ну травилась там можно будет другую кухню просто ну вообще что угодно я вот шаверму любит так я это сейчас можно поехать ческому шаверму попробовать не знаете вообще место я я тебя услышал как говорил мой психиатр я чувствую энергию в этом месте а ты всех я ответь чё с морепродуктами продукты хорош ты раздражает вот эта вся хуйня слизкая у меня слизкая как вообще не живешь ну типа это же просто ну может и просто не раз пробовала ее распробовала очень хорошо распробовала было где пробовать ну ты жила жила у моря что ли я понять не могу ты блин ты че ты хочешь вокруг да около я чего у тебя было переела я не знаю устрица стала комом в горле ее нужно если что без раковин есть ну понимаешь да то есть и не надо с ракушкой кушать нужно выливать оттуда ну просто морепродукт ну как-то не мое как-то вот мясо твое мясо а морепродукты не твои ну кто зовут мясо любит так кто-то я все равно даже у тебя теперь так важно знать почему я не люблю продукт ну мне интересно да почему ты так прямо жестко по морепродуктам отказалась просто про склизки а нижней склизки есть же например миди они запеченные бывают там очень много то и суши это что же морепродукты они не это самое не какие-то там вот там никто не выползает оттуда поешь не хватает я щупальцы очки не отнимает не тащит там никуда ну что в чем в чем дело то ну я хочу и морепродукты тоже и вообще я не очень голодна уже не очень голодна ты чё это копался за этих морепродукт в конце концов от этих морепродуктов ну просто ну просто как-то необычно обычно девочки наоборот любят сумки не сушить морепродуктов и шевелящийся отминожкой это жестко ладно в тиндере в этом писала что я не люблю продукты просто просто ненавижу просто мне вот отожжать как будто ну подожди я не угораю ну подожди всего должно быть происхождение какая-то этимология у тебя в чем она я не знаю может меня бзик какой-то полно мне бля вот интересно в чем она почему нет не аллергии нет ничего но это полезная штука куча всякой фигни вкусная готовит много в чем проблема то суши укусите серьезно скажи ну конечно хочу серьезную вот если хочешь мой продукт и можно поехать ко мне домой ну их там дохуя блять потому что мне муж моряк и он заебал репродукты то моряк ну блять муж моряк то моряк блять он тоннами вот это вот хочет а меня уже вот тут нахуй заебала просто это селедка мы можем поехать и поесть мясо и все еще не оставим это все это все херню оставим муж да он у тебя вы не в разводе он у тебя реальный муж а где отделана как у пиздоха и в своем море блять на полгода и жди его блять он моряк что ли ну я тебе говорю моряк возит на халял блять так он еще набирает блять привозит эти блять баулы слушаем это в морозилку сока пихая вечно чтобы не потекло это дерьмо там поэтому если хочешь морепродуктов блять поехали ко мне домой я те наготовлю и потом значит наряжу свои жены продукты сделаю себе костюм я я я понял понял про морепродукты я понял я такой про мужа не понял у тебя типа живой на 100 муж настоящий он типа в плавании а ты чё здесь ты делаешь ну и вообще в тиндер в тиндере у меня вопрос да я не строй хорош к мне просто интересно ну как бы а чего как что происходит у меня не будет проблем с этим например а у тебя не будет с этим проблем например я нет я понимаю что следить тут некому человек как бы в море зарабатывает бабки и пытается принести домой морепродукты а ты как бы типа здесь да не меняет не волнуй действительно что это мне должно волновать а подожди стоп как получается ты здесь не за серьезными отношениями ну получается же не за серьезными отношениями ну как бы да мы плавно перешли от морепродуктов к тому что ты здесь не ищешь себе вторую половину ну я так выражи может я чуть не понимаю но я понимаю что она тебе не нужно потому что у тебя место не не вакант на второй половине у тебя типа муж есть 41 будет муж выяснить 41 год так наверно так если бы не искалки серьезные отношения я возможно бы делать как я хорошо я просто я я просто живой человек вместе потребности давай называть вещества именами тебе нужен секс да я просто люблю трахаться где я я да я бы не ходила бы вообще бы не изменял если бы он был рядом постоянно потому что я тебя понял спокойно все я тебя услышал давай тогда сделаем следующим образом посмотри ты вот я тебе я тебе скажу правду какой настрой прошел ты сучка огонь просто какой у тебя настрой прошел спокойно я просто тебе предлагаю что сделать значит здесь здесь отель есть недалеко в жопу ресторан мы закажем тебе мясо все хорошо не вопрос потому что ну как бы пристегивайся чё нам время то зря терять правильно тем более если у нас там симпатия не симпатия так понимаю чем мы там будем как молодые нет ну хорошо я я тебя понял зато 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 я вывел тебя как шерлок холмс на 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 пруф и на все на правду вот это все одна такая а чё нет да блин да вы все просто даже есть общий чатик да ладно если серьезный моряков что ли короче когда встречаемся на общих корпоратах случается разуме все-таки вот внутри быть как мне какая-то охуенная жена как на картинке и типа просто такой успеваешь в холодильник засовывать морепродукт я бы засунул свой холодильник свой морепродукт вот здесь здесь отель прямо ну ну и даже как ты вестись наверно он что-то знает я не дали не часто а а да да мне тоже нужно ласка я понимаю тебя я буду ласков смотри знаешь чё вот здесь вот ты подходи вот у них здесь арка вот подожди меня там хорошо а я сейчас у них просто парковка за следующим домом но здесь просто они не открывают ворота я позвонил просто случайно узнал я не то чтобы я тоже здесь часто бываю ты постой просто хорошо ну там подыши и покури если хуриша я соответственно через минутку к тебе подъеду хорошо давай сейчас пошла нахер мужики моряки подводные надводные любой другой флот все кто в тельняшках без козырках и другой одежде я не буду ее я не буду ее понимаете я пацаны с вами солидарен лицо закрывать не буду кто узнает ее звони и говори все что думаешь по этому поводу ты значит вкалываешь бабки рубишь морепродукты привозишь а она со всякими рыжими статуировками ну это же пипец друзья мои пишите моряки у кого жены не пушки заряжены а я поехал пусть подождет покурит подумает может быть может быть придет сознание не парни отомчу за всех морячков вот так вот пишите кого такие жены возможно были или вы думаете что они у вас такие есть но я не такой не такой пишите а а за горизонт меня визит по городу снова ловим такси и ты домой меня отвези сквозь боль и мрад поглези за горизонт меня визит и